Казань, дворец единоборств. Международные соревнования по самбо. Наша землячка Светлана Бурцева в синей форме. Спортсменка опытная, в спорте чуть больше 20 лет. Из достижений множества наград. Девушка не раз становилась чемпионкой России. Участвовала в международных соревнованиях. Но у всех спортсменов бывают так называемые периоды затишья, когда медали в руки не идут. Нашей героине удалось сломить этот этап. И она все-таки утерла нос соперницам крупнейших соревнований. Ну, во-первых, уровень соревнований очень высокий. То есть международный турнир категории А. Это, значит, самый высокий уровень международных турниров. То есть приезжают все страны и приезжают, как правило, самые сильные. Разумеется, в международной таблице наши самбисты лидируют. Ведь этот вид спорта родом из России. В самбо важны не удары и блокировки, а повалить соперника на пол. Кстати, российские спортсмены хороши именно в партере, когда соперники лежат на полу. И здесь главное условие не касаться пола ступнями. Кстати, наша спортсменка в мельчайших деталях перед соревнованиями отсмотрела несколько часов видео своих соперников. Это одна из тактик, чтобы понять достоинства противника и попробовать предсказать, как поведет себя соперник. Есть видео каждого соперника, его отсматриваешь, что ему сделать. Да, конечно. Это такой уровень, это же не детские соревнования, где выходишь, у тебя есть один бросок, ты всех одним броском выиграл. Конечно, также и меня изучают, поэтому нужно какие-то хитрости придумывать. У нашей героини после затишья большие планы, однако она не торопится ими делиться, но наводку дала. В июле этого года самбо признали олимпийским видом спорта. Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин. Новости верхниками.